Тамбула, как ваши дела? Как настроение? Как погода? Чем, ребят, занимаетесь? Обнимаю вас всех, ребят. Готовлю оладьи. Хочу сделать видео, вот эту трансляцию хочу посвятить вот этой квартире, девочки. Буду плакать. Это как расставание, прощание с благодарностью от нашей семьи за годы проживания вот в этой квартире. Хочу рассказать плюсы, минусы. Хочу показать обзоры этой квартиры. Хочу рассказать моменты счастливые и не очень. Честно, девочки, буду плакать сейчас. Все. Хочу поделиться. Привет, ребят. Привет, кто пришел. Спасибо, кто пришли. Жарю блины. Не блины, а оладушки. Такие, знаете, оладушки-лепешки. Сейчас, девочки. Оладушки-лепешки. Знаете, на соде, девочки. Вот такие вот пышненькие. У меня что-то это. Расчувствовала себя, девочки. Видите? Делаю. Сейчас вид из окна покажу. Помните, мы с вами эту жалюзь мыли, стирали. Цветочки, расположение квартиры покажу. Девочки, может быть, розочка опять начала цвести. Не знаю. Третий раз, наверное, будет цвести. Помните, у меня здесь эти яйца высиживала голубка. Вот наш магазин. Привет, Вайтмун. Привет, Рита. Привет. Спасибо, девочки, что пришли. Хочу посвятить вот эту трансляцию. Ой, девочки, сейчас буду плакать. Этой нашей квартиры. Вот покажу вам обзор вот этой квартиры нашей. Вот вид из окна. Девочки, я растрогана. Танюш, привет из Кемеровской области. Не плачьте. Спасибо, девочки. Спасибо, земляки из Ташкента, из Кемеровской области, сибиряки мои. Покажу вам квартиру, девочки. Ну, сначала надо оладушки до печи. Оладушки. Октайчик сидит. Октайчик пошел на работу. Октайчик, уроки. Девочки, школа же уже началась в Турции. Ой, блин. Раскрасал их. Девочки, школа началась в Турции. Школа началась. Сейчас, девочки, почитаю вас. Привет. Привет, Анна. Спасибо, девочки. Неожиданный такой эфир. Показываю, девочки, вот кухня. Кухня большая. Кухня большая. Здесь мы прожили, можно сказать, 12 лет. Шкафы, вот эти все шкафы, это хозяйские шкафы. Мы сюда пришли со шкафами. Шкафы уже стояли. Стояла вытяжка, стоял уджак. Вот это газовая, газовая четырехкомфорочная плита. Вот это уже наша микродалга. Как это, девочки, по-русски? Микроволновка и печка. Духовой шкаф. Естественно, холодильник вот сюда у нас встал. Вообще, вот холодильник должен был встать сюда. Но здесь есть дно. Мы боялись, что дно провалится, поэтому мы холодильник сюда не ставили. Мы его поставили сюда. И у нас мы купили другой холодильник. Потом оказался он бракованный. Два раза мастера пришли. В третий раз мастера пришли, его забрали. И нам дали вот этот холодильник. У нас был А плюс, один плюс. А этот холодильник у нас А два плюса. Девочки, жарю же оладьи. Оладьи жарю. На соде, девочки. Доброе утро, Татьяна. Привет. Привет. Спасибо, Лена. Жена танкиста. Лайф. Правильно я говорю? Лена же вас зовут. Спасибо, девочки. Мальчики, кто пришел. Показываю вот квартиру, девочки. Ну, естественно, здесь не было. Здесь даже проводки не было, девочки. Мы все сами, все поставили сами. Эти банки половина... Когда мы перетащим вещи, может быть, я планирую туда какие-нибудь рюмочки, фумочки заложить, так как банки большие, бутылки. Спасибо, Лен. Спасибо. Обнимаю, девочки, мальчики вас всех. Вот эти банки пока не выбрасываю, девочки. Ну, вы же знаете, я крохоборка. Все, девочки, вот зал. Вот, Тайчик, помаши рукой. Вот, Тайчик, урок начался. Он на уроке сидит, девочки. Поэтому так быстро здесь покажу. Зал большой, девочки. Кривой, но большой. Кривой вот с угла я показываю. Вот кривой, видите, он? Он вот такой. Здесь две лампочки есть. Одна и вторая. Над столом можно и там, в телевизионной зоне. Вот один угол показываю. Девочки, здесь, говорю, у нас это, сборы. И Октай книги получил. Коробка мне нужна будет потом. И вот до Октая. Вот так вот. Видите? Зал кривой, но хороший. Здесь можно сделать, девочки, две комнаты. Вот так вот взять, если. Здесь ломать можно. Вот эти стены можно ломать. Только вот эти вот нельзя ломать. Вот эти стояки. Сваи вот эти нельзя ломать. Вот где сваи есть, их ломать нельзя. А так вы даже можете вот эти уличные стены поломать и сделать окна вот так на всю. Вот так на всю окна можете сделать. Понимаете? В общем, квартира шикарная, девочки. Но не наша. Вот здесь коридор. Коридор. Сейчас, девочки, я... Вот это вот, блины-то мои. Оладьи. А то сгорят. Сгорят. Надо перевернуть. О, по-моему, сгорели, девочки. Не, нормально. Нормально. Сейчас я новую порцию положу. Без масла жарю, девочки, оладушки. На соде. Два яйца. Ну, у меня где-то есть рецепт. Два яйца. Йогурт. Йогурт. Соль. Не клала в... Этот, сахар не клала. Вот последняя партия у меня здесь. Нам с Уктаем позавтракать. Благодарна я этой квартире, девочки. Я здесь операцию сделала. Четвертую. Надеюсь, последнюю. На ноге. Помните, я вам рассказывала? Саркома, стопы. Операцию сделала. Уктачик пошел в школу. Айдынчик начал лицей здесь. Начал, закончил лицей. Потом институт поступил. Айдынчик тоже закончил. Пошел на работу. Поэтому у меня здесь хорошие воспоминания. Но есть, конечно, грустные. Но в основном хорошие. Позитивные, хорошие. Здесь впервые пришли мои родственники турецкие. Я здесь уже всех встречала. Вот эта вот картина. Это Уктай в школе учился. Учеба от новой квартиры. Нет. Учеба. Спасибо, дякую, Наталья. Вот здесь, в нашей Махале, мы же купили квартиру. В нашей Махале, девочки. Туда в глубине я буду жить, в Махале. Картину со школы заберу. Вот здесь вот такая вот. Значит, это тоже были шкафы. Шкафы были и вот эти вот лампочки. Ну, не лампочки, а вот эти вот патроны для лампочек. Это все хозяйско. А так вот квартира, в каком состоянии мы ее приняли, в таком же состоянии мы ее и сдаем. Ну, естественно, немножко потрескалось. Почему? Потому что, как вы знаете, землетрясения же бывают. Бывает. Стамбул, можно сказать, всегда трясет. 12 лет, да, почти мы жили здесь. Здесь ремонт мы не делали. Я просто мыла всегда стены, мыла всегда и все. И белила потолок. Вот здесь шара-бара, девочки, тоже не смотрите. Это как кабинет типа. Типа кабинет. Тоже большая комната, девочки. Да, конечно, я вас всех с собой заберу, девочки. Большая комната, это вот типа кабинет. Да, пол какой был, в каком состоянии мы его сдаем. Вот здесь коридор, девочки, коридор. Пойдемте оладьи. Оладьи перевернем и огонь выключим. Сейчас, девочки, я вам покажу все. Это прощальный рум-тур по квартире. Я ей очень благодарна этой квартире. Очень. Некоторых турецких родственников я уже видела к ним в гости, потому что ходила. Некоторых впервые я видела, которые ко мне сюда приходили. Я их видела впервые этих турецких родственников. Поэтому им было интересно посмотреть, как мы устроились. Как на меня посмотреть тоже. Значит, коридор, девочки, коридор длинный и узкий. Ну, где-то метр, можно сказать. Метр, да, может, чуток больше. Метр. Вот здесь вот эта вот арка есть такая. Вот здесь вот арка есть. Ее можно вот так вот поломать, но там будет вот такой выступ тоже, как здесь. Их ломать нельзя. Привет, Сереж, привет. Квартиру показываю. Прощаюсь с квартирой. Здесь, девочки, не смотрите. У меня есть постирушки, я наметила. Потолок, естественно, девочки. Потолки вот в таких квартирах обычно облупиваются. Почему? Потому что, когда вас соседи топят, и когда вентиляция сейчас в данный момент у нас не работает, потому что верхний этаж, пустая квартира, закрыли трубу, вентиляция не работает, вытечка. Зимой здесь будет плесень. И вот эта обшалушка всегда будет. Всегда будет. Девочки, мальчики, спасибо, что пришли. Я вас не читаю, я вас обязательно почитаю. И, естественно, в Турции плесень межкафельная и вот такая из-за влажности. В общем, это туалеты, как вы знаете. Ну, показываю все, девочки, как вот есть. Вот с такой штучкой для подмывания. Все, девочки, вот такой туалет. Туалет большой, так как у нас, вот видите сами, две машины вполне влезли. Почему здесь дырка? Потому что прорвало трубу в стене, и нам пришлось вызывать мастера. Мастер долбил стену, чтобы обнаружить прорыв. И потом трубу нельзя было отремонтировать. Пустили новую трубу вот туда. Холодная вода труба. Туда вот пустили трубу. Поэтому пришлось вот так скотчем замазать. Ну, в общем, как-то так. Шкафчик, видите, большой. Это все хозяйское. Вот эта мебель хозяйская была. Здесь вот плафоны есть. Но из-за того, что лампочки огромные, плафоны не закрываются. Все, естественно, мы это оставим. Ну, кто купили эту квартиру, девочки, уже? Хозяин просил 850... Ой, 900 просил. Ну, отдали дешевле. Вот это спальня, девочки. Мешки, я говорю, я уже это... Пакую, вот пакую. Начинаю паковать. Кровать вот я сплю в данный момент здесь. Шкафы и два больших шкафа. Здесь можно сделать струйную мебель. Знаете, девочки, вот ковры там у меня стоят в углу. Ну, у турчанок все ковры в углу всегда стоят. И в мешках. Мешки мне надо обновить. Мешки грязные. Из-за того, что у нас дорога здесь. Сажа, копоть идет. И мешки грязные я их периодически обтираю-обтираю. Потом меняю. Сейчас нужно поменять. Тряпочки почему висят? Вчера немножко окна мыла. Пол мыла. Тряпки по это... Ну, в общем, висят тряпки, которыми я это мою. Окна вытираю. В общем, вот квартира, девочки, большая. Здесь у них был балдахин такой над кроватью. Это девочка у них здесь спала. И хозяйская девочка. И вот там, видите, есть крючок на потолке для вот этого балдахина. Такой, знаете, над кроватью же девочкам вешают такую тюль. Вот. Вот так. Комната тоже, девочки, большая. Здесь 3 плюс 1. Комната девочки большая. И вот. Видите. Дальше пойдем. Это мы рост Уктая. Уктай же в первый класс у нас с этой квартиры пошел. Мой рост с 6 лет он пошел. Мы ему рост мерили. Вот, видите. Вот последний рост вот здесь. Уктайчика. Уктай сам написал. Он, в принципе, сейчас у нас где-то метр семьдесят два Уктай. И вот мальчишки здесь спят. Мальчишки здесь спят. Вот это вот... Вообще, в этой квартире надо делать изоляцию. Почему? Потому что стены тонкие. И вот этот угол совсем плесень у меня. Всегда. Всегда. Я каждый год, я вам уже показывала, есть видео. Я ничего не скрываю. У меня канал не вылизанный. Я все всегда показываю. Все свои недостатки. Вот. Викуль, привет. Спасибо. Спасибо. Обнимаю вас всех. Обязательно почитаю. Сейчас покажу квартиру. Вот здесь плесень, девочки. И вот там все, конечно, краска обколупывается. Ну, в общем, ну, все равно я благодарна. Квартире благодарна. И вот вид на улицу. Я вам часто показываю. Это не главная дорога. Ну, как бы, дорога в Махале. Все. Квартира, девочки. Эта комната тоже большая. Здесь шкафы. Вот эти вот. Вот шкаф наш. Вот хозяйская, только вот эти полки. Вот эти вот полки хозяйские. Вот эти палки. Очень удобно. Знаете, вот если можно прям гардеробную вот так сделать. Кондиционер наш. Вообще кондиционер наш. И Айден повесил себе вот эту торбу. Тут у него гири есть. Ну, тот, кто смотрит постоянно, тот знает. Айден спортом занимается. У него штанга есть, блины тут. Гири всякие, прибамбасы. Потому что некуда больше положить. И здесь у меня гладильная доска. Я тут наглаживаю рубашки, штаны. В общем, здесь вот можно вот так гардеробную сделать. Вот так будет, девочки. Никаких шкафов, мафов не надо покупать. Гардеробная очень. Где-то почти полтора метра вот здесь можно загородить. И здесь где-то. Ну, три точно. Три на полтора. Представляете, гардеробная какая. Супер. Супер, девочки. И здесь балкон. Ну, балконы маленькие, можно сказать, их нету. Нету. Это гибискус мой. Гибискус мой. Цветочков много, девочки. Я вам показывала уже. И это тоже хозяйский шкаф. Там у меня всякая шарабара. Тапочки, ведра. Всякие эти уличные вот эти кувшины туда я ставлю. Шарабара, короче, всякая. Полки какие-то есть. Вон, видите, тряпки оттуда все. Шкаф. Это вообще плательный шкаф. Там была вот такая палка, но она от времени поломалась. Палка вот эта. Ее можно сделать. Он здесь стоит, и ручка поломалась от времени, потому что... Ну, потому что этот шкаф давным-давно. Спасибо, Диаку и Наталья. В общем, вот так. Здесь можно все сделать. И окно закрыть, например, вот это. И утеплить балкон. Это все можно сделать, девочки. Были бы мани-мани. Цюль, видите, грязная. Почему? Потому что постоянно окно открыто. И вот, в общем, я эту тюль уже не буду стирать, девочки. Я ее выброшу. Это тюль, девочки, что это? Это же не тюль. Я же скатерки покупала, и здесь нету гордин, ничего нету. Потолок почему такой? Потому что на балконах турчанки моют ковры. И вот эта вода стекает на нижний этаж. И потолок вот такой. Его надо периодически подкрашивать. Ну, я уже ничего не буду подкрашивать. Мы уже уходим, поэтому... Все, девочки, вот такой вид. Соседский дом вот близко. Близко вот. Все, девочки, цветочки, миточки тут у меня. Здесь вот это. Снизу пепел бросают. Поэтому на цветочках такие точки. В общем, вот так. А это вода для цветочков у меня стоит. Швабры здесь у меня. Все, девочки, я этой квартире очень благодарна. Низкий поклон. Вот плакать буду. Люблю, люблю эту квартиру. Вот такие вот дела, девочки. Извините. В общем, сейчас я вас почитаю. Если есть вопросы, отвечу. Девочки, оладушки напекла. Сейчас. Осилий, оладушки, девочки. Оладушки, осилий. Если были бы деньги, девочки, я бы мужем уболтала и осталась бы в этой квартире. Ну, как говорится, пора йог, пуль йог. Бери шинель и иди домой к себе. Мы купили квартиру за 500. Эта квартира продается за 900. Уже продалась за 800, там, 50, наверное, или 75. Вот оладьи. Вот будем завтракать с сукточком. Шоколадки. Вишневое варенье покупное. Персики мандарины. Йогурт, лимон. Это соус, может быть, оливки, виноград, персики. Нектарин вообще-то, девочки. Это лысый персик, а есть волосатый персик. Мандарины, девочки, появились дня три, как в нашем магазине. Кислые. Кислые бананы, груши у меня тут есть. Там я сижу, периодически таскаю комп туда-сюда, туда-сюда. Ох, дочек на уроке, девочки, сидит. Кулай Гальсон сына. Спасибо, девочки, за поздравления. Спасибо большое. Сейчас я сюда сяду, потому что октай там. Иногда учитель... Ну, не иногда, а часто на уроке учитель спрашивает. Урок же. Учитель, естественно, будет вопросы задавать. Сейчас я водичку себе наюду. Если есть вопросы, девочки, задавайте, на все вопросы отвечу. Как я сказала, мой канал не вылизанный. Вот как есть, так и показываю. Все. Хорошо, значит, хорошо. Спасибо, девочки, спасибо. Мактачек на уроке. Двенадцатые классы, Дуа-Колледж, начали уже учебу. А так вообще с шестого у нас. Президент так явил неделю-две назад, что ли. Сказал учащимся и всем учителям сделать прививки. Кто не сделает, тот будет каждые две недели ходить тест давать. Мы Уктачеку хотим сделать. Вроде Айден сказал, что можно. Зашли на вот эту государственную систему онлайн. А там нет Уктачека, еще нет. А ему будет воскресенье, нашему Уктачеку 17 лет будет. И, наверное, с 17 лет уже будут делать прививки. И мы рандеву возьмем. Но мы попробуем, как мне, первую прививку мы же делали в Козылай, возле Махримак-Султан. Туда вниз, на Босфоре мы спустились. И мне сделали через компьютерную систему. Посмотрели, что по возрасту я попадаю. Да, конечно, приедет девочки. Спасибо. Сейчас, девочки, я вас почитаю. Конечно, приедет, потому что я не справлюсь. Вот это, например. Можно вызвать, есть службы, которые приедут вам здесь все, что вам нужно, разберут и отвезут. Но там же нужно устанавливать, допустим, тот же телевизор. Я не смогу его установить, подключить. Мальчишка мне, когда этот в школу будет ходить с 6-го, нужно будет в школу ходить. А Эдель на работе, а я не кумекую в этих электрических делах. Я не справлюсь, девочки. Я-то вещи могу разложить, а мы будем там делать ремонт, дай бог. Дай бог, девочки. Будем делать все же, вот от этого зависит. Ремонт будем делать. Ну, мы с мужем так немножко накидали. Мы бы уже начали, но там люди живут. Мы же их не можем выгнать. По закону 45 дней. Вот ждем, когда освободят. А эту квартиру уже купили, девочки. Ну, просто наш хозяин вот этой квартиры, он так что-то к нам несерьезно отнесся. Очень осадок остался, девочки. Когда он хотел продать, он нам первым позвонил. А когда продал, мы узнали от других. Нам пришел вот наш этот сосед Эмлокчи. Риэлтор нам. Говорит, вот этот счет, куда вы можете аренду переводить. Какой счет? А что такое? Мы ничего не в курсе, мы ничего не знаем. Квартиру, говорит, продали. Я говорю, а как продали? На сайте висит объявление, а они между собой договорились без риэлторов. Когда вы с риэлторами договариваетесь, вы платите этому риэлтору деньги, как я вам уже в предыдущих видео объясняла, что нужно деньги. Ну, там сколько скажет он, столько и должны заплатить, чтобы снять с этой страницы, с онлайна, снять объявление. А это наш сосед же купил. Поэтому они там между собой договорились. А риэлтор думает, квартира не продается. Продает. Человек продает квартиру, а квартира уже продана. В общем, не только у нас останется осадок после вот этого хозяина. Но квартира шикарна, девочки. Вот именно квартире я благодарна. Мы, я вот не хвалю себя, но мы хорошие арендаторы. У нас нету никаких долгов. Мы всегда вовремя аренду платили. У нас нету долгов по лестничной площадке за свет. Мы все заплатили. Муж с гаком даже заплатил. За этот год. У нас нету. Нам депозит должны вернуть. А нам сказали, нет, мы вам депозит не вернем. Потому что уже хозяин другой. В общем, вот так. Вот так вот, девочки. И депозит нам не вернут. Когда вы в первый раз вселяетесь в квартиру, в аренду, как арендатор, вы даете предоплату, получается, чуть-чуть больше. 1750 мы давали депозит. Нам должны были этот депозит вернуть. А так как сейчас уже хозяин другой, как бы спросить не с кого получается. И, в общем, там у них один так говорит, другой так говорит. Короче, ладно. А мы хотели этот депозит взять, оставить. И еще, мы же сейчас же уже по 3000 будет кварплата. И мушки летают. И половину заплатить. Депозит половина кроет. И половину взять, отдать. Ну, раз такое дело, в общем. Мы уже с новыми хозяями общаемся. Новый хозяин сказал, 3 месяца пока. В течение трех месяцев можете жить. Мы говорим, нам не надо 3 месяца. Мы быстренько сделаем. Мы тоже ждем, когда люди уйдут, чтобы там сделать ремонт и вселиться. У нас только в этом загрузка. А так мы бы уже сейчас бы перешли. Там ремонт небольшой. Так, слегка. Обновить чуток и это. И перейти. Девочки, может, вы вопросы задаете. Привет, Венера, привет. Не, недавно сидим. Дорого, девочки. Махаля наша не дешевая. Таня, когда будет обзор новой квартиры? Девочки, не знаю. Там же люди живут. Мальчики, Сережа, не знаю. Там люди живут. Вот когда люди съедут, я пойду, мне надо замеры сделать. Я говорю, муж. Муж делал замеры, но не все комнаты. Потому что люди, когда живут, неудобно же там. Шкаф мешает или что. А у меня есть вот такая штуковина. Сейчас я вам девочки вам покажу. Мне муж научил, мой муж строитель, научил, как пользоваться этой штуковиной. Сейчас, девочки. Пойду, буду делать замеры. Может, может, это. Там что, проблемы в этой квартире? Дом старый. И электричество, провода надо как-то что-то обновлять. Вот такой вот приборчик, короче, вот сюда вот так нажимаешь, девочки. Лазерный. Вот так нажимаешь. И на это и расстояние меряет. Че? Неправильно даже. Вот, один, сто семьдесят три метр. Сто семьдесят три сантим. Вот такой приборчик, короче. А как выключать? Вот сюда выключать. Все. Вот я его возьму и буду мерить. И здесь показывает, откуда он меряет. Отсюда или отсюда. Мне отсюда надо. В общем, мне муж показал по телефону, как этим пользоваться. Я пойду. Пойду, померяю, все запишу, чтобы это, знать, сколько паркета покупать, сколько кафеля покупать, сколько краски покупать. Надо же высчитывать это все. Мужу эти данные отправлю, а он там уже сам будет это решать. Че, как надо делать. Ну, постараюсь во всяком случае сделать. И уже же квартира будет пустая, и люди уйдут. А там сейчас все нагружено, навалено. Они должны тоже. Лазерная рулетка. Вот, спасибо. Спасибо, девочки, с новосельем. Спасибо, что пришла, Леночка. Обнимаю. Розита, здравствуйте, милая Татьяна. Поздравляю вас с покупкой квартиры. Спасибо, обнимаю, девочки. Все, что не делается, все к лучшему. Я уверена, что вы будете счастливы в новом гнездышке. Люблю вас. Спасибо, девочки. Я вас всех обнимаю и люблю. Да, девочки, приедет. Москва, привет. Нет, в Турции до сих пор дистанционное образование. Нет, девочки, говорят, 6 июля, ой, июля, сентября начнется школа, пойдут детки в школу. Надо сделать прививку. Но тоже, видать, по ограничению, по возрасту, не всем подряд же делают прививки. Вот нашему Уктаю месяц назад сказали, что можно. Мы посмотрели, онлайн-система не дает, что можно делать прививку. А дистанционно почему? Можно и ходить в школу сейчас. Это же 12-е классы у них, подготовка к институту. Поэтому он дома сидит, чтобы лишний раз туда-сюда не бегать в школу. Можно дистанционно, а можно в школу ходить. Уктай выбрал дистанционно. Но, если честно, девочки, быстрее и лучше заходит, когда дистанционно. Лучшие у него оценки. Хотя тоже хромают. Спасибо, Ирин. Спасибо, обнимаю. Пусть все у вас будет хорошо. Теперь жду экскурсию в новой квартире. Обязательно, девочки, сделаю старый и потом с ремонтом сделаю. Приятного аппетита. Спасибо, Анна. Да. Все-таки здесь сколько лет мы прожили. Это же не поле перейти. Все-таки воспоминания, всякие фотографии есть, видео. Вот на канале сколько видео. Думайте о хорошем, что было в этой квартире. И сколько хорошего ждет в новом доме. Спасибо, девочки. Да, моют ковры на балконе. Ну, об этом не думаю. Там вообще есть дырочка, слив на балконе. Есть дырочка. Ну, если дырочка забита, вот эта дождевая труба по дому же идет. Вот она подсоединена. Ну, если дырочка забита, то ждем новоселье. Спасибо. Дякую, Наталья. Привет из Киева. Спасибо, Викульт. Ну, вот где бы мы смогли еще побывать в турецкой квартире, если у тебя. Спасибо большое за обзор. Пусть уже ваш дом будет уютным и самым лучшим для вас всех. Спасибо большое. Ухта, линейку перерос. Да, да. Это новая квартира. Нет, это старая, Сережа. Доброе утро. Можно поздравить с новосельем. Спасибо. Спасибо, Сережа. Мы с вами в новом дом. Обязательно. 12 лет хороший срок. Да, окошечко очень красиво. Рисовал ухта, дайчик в школе. Классно, наверное, пятый. Учеба от новой квартиры далеко. Нет, девочки, в нашем Махале квартира. До магазина, блин, надо будет теперь ходить. С окна вот так ничего не увлечь. Там с окна только окна хорошие на бахче, а там кругом же. В общем, покажу. Покажу. Да, необычная форма комнаты. Да, девочки, это во всем доме у нас такая. Потому что сам дом необычный. Неровный. Не прямоугольник неровный. Квадратный и прямоугольный, а так креативно. Да, девочки, а можно и вот из этой большой комнаты сделать две комнаты. А там хорошую гардеробную. Если по уму, то это шикарно можно сделать здесь. Можно объединить кухню, а здесь делать тоже гардеробную. Ой, можно. Можно все. Когда своя квартира, можно из этой куколку сделать квартиры. Банки зачетные туда много чего можно положить. Да, девочки, возьму. И на бахче вот эти ведерки пригодятся. У меня же бахча будет, девочки. Огород. Садоводничать буду. Муж сидит. Сейчас девочки почитаю. Тань, наконец-то сбылась ваша мечта о квартире. Ой, не говорите, девочки. Вы заслужили этого. Спасибо, девочки. Как никто другой. Теперь будете обустраивать собственный дом. Ура. Ура. Можно Наталья, Елена сказала. Правильно. Доброе утро, Татьяна. Спасибо, девочки. Ура, попала на эфир. Привет, ты заешь, Карлы. Спасибо, Анечка. Танюш, привет из Керненской области. Не плачьте. Спасибо, девочки. Доброе утро, Ритуля. И поэтому привет, Сибиряки. И привет, мои земляки из Ташкента. Ну все, вот они секретное оружие. Я поставила 10 лайк, а вы, девочки. Ой, спасибо, девочки, большое. Сейчас. Спасибо, Венера. Спасибо. Магазин мы с вами обязательно, девочки. А раба куплю еще вторую. Одна-то у меня есть, вам покажу сейчас. Она уже выцвела от солнца. Выцвела от солнца. А раба-то моя. Вот это. Я, девочки, уже знаете, что? Квадроцикл себе смотрю. Может, на квадроцикле буду зажигать в магазинке. Вот, я ее прикрываю здесь. Но она все равно, а это не пыль. Это выцвело. А здесь дырка есть, я ее загораживаю. От кондиционера труба поломалась, вода стекает. Там ячейка есть такой, орычок. В этот орычок. И вся вода, так как уклон сюда идет, не туда в дырку, а сюда, и вся вода, и приходится подкладывать тряпки постоянно. В общем, вот такую еще вторую куклю буду это ездить. Вот, швабры сушу. Вон, кошечки. 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 Вон наш этот. Стоит гидравлик. Приходил нам раковину, ремонтировал. Вот такие дела, девочки, жара. Духота. Не так, как жарко, как душно. Душно и влажность большая. А так, ничего, нормально. Можно жить ночью прохладненько. Я это, накрываюсь. О, тачек наш все успевает. Ты поиграв, поиграть. И поэта. Перемена. А, перемена. Тебе, ребята, привет передают. Помощи рукой хотя бы. Привет, скажи. Спасибо. Из Латвии. Привет. Я стараюсь смотреть очень все реально. Спасибо, девочки, большое. Спасибо, обнимаю. Обнимаю вас, девочки, мальчики. В общем, девочки, шкафы. Шкафы. Ну, вот этот шкаф заберу. Вот эти два шкафа заберу. Потому что они хорошие. Вот это стекло для стола. Может быть, стол обновит, муж. Не знаю. Вот это стекло поменьше. Не знаю, девочки. Это вот мой муж, кто не видел. Пожалуйста, девочки. Муж мой. Падишах, султан. Султан, дени им, падишах, дени им. Это из фото сделали. Вылепили из глины узбекские коллеги по фирме. Девочки, вот эти шкафы не знаю. Ну, торбо. Куда ж без торбо. Торбо обязательно возьму. Трехколесный электровелосипед с багажником. Я такой в Кадыкио видела и по магазинам. Девочки, да, есть. Я уже тоже посмотрела. Вот этот шкаф. Не знаю, девочки. Я, знаете, что думаю. Может, вот эти шкафы разобрать. Вот эти два. Но они хорошие, девочки. Хорошие. Там, видите, там квартиры поменьше у нас. Вот это, если двери снять, например. Вот эти двери снять. Вот эти все двери снять. И строить вот такую от потолка до пола. Вот такую дверь. Зеркальную сделать. Вот эти два шкафа поставить. Ну, там места нет. Понимаете? Там места нет для этих двух шкафов. Или их разобрать и сделать полки. Прямо вот так на стену прилепить. Полки. И тоже дверь сделать. Вот это вот остается. Вот эти две кровати тоже. Мусор остается. Здесь же они. Это база. Здесь база, девочки. Вот так поднимается. Уж все покажу, девочки. Доброе утро, Татьяна Уктовичка. Спасибо, цена Юнэш. Спасибо. Вот база здесь. Видите, у меня тут шара баровся. Ну, ее не перетащишь. Потому что это ДСП, девочки. Это если разберешь, обратно будешь втыкать, оно все подсыпется. Это из опилок. Прессованные опилки. И ламинатом обклеено. Это не перетащишь уже. Понимаете, мы в Кочтаще покупали. Тоже все новье было. Матрасы неплохие. Вот немножко здесь, видите. Немножко. А так они, дети же взрослые, не писались, не какались. Понимаете, у меня здесь есть эти вот такие вот штуки. И вот такие вот штуки. Понимаете, матрас хороший, но муж говорит, новый купим. Если кровать новую, значит и матрас новый. Ну, ладно, говорю. Вот эту Айден говорит, мне это не надо. Ну, это тоже рухлить. Это не пойдет. Это тоже прессованные опилки. Тоже пойдет мусор. Там тумбочка есть. Ну, не знаю. Ручку, если поменять, то будет нормально вроде. А так вот наши фотографии. Кому интересно, девочки. Ой, это тоже 100 лет назад. Вот, показывает Афташкенте. Я черный волос красила себе, девочки. Ой, вот Айдынчик. Это парк Тельманов, Ташкенте. Девочки катались. Вот Айдын и Актай. Вот это вверху Айдын, снизу Актай. Парк Тельманов, Ташкенте, девочки. Вот книжки. Здесь, может, пылюки. Пылюки я вчера. Вот книжки. Песенки пела деткам. Здесь стихи, песенки. Вот Айдын тут книжки покупает, себе читает, девочки. Завалено здесь все. Русские там у меня в другом шкафу стоят. Коран тоже есть, девочки. Все. Здесь это Айдына часть. Ну, вот эта тумбочка, не знаю, если место будет, возьму. Нет, нет. Вот этот шкаф, он никуда не пойдет, девочки. Он не пойдет никуда. Вот коробки. Это от телевизора коробка. А это вот эти коробки. Заложу посуду-масуду. Посуды, девочки, много. Посуды капец много. И выбросить жалко. И что делать с ней, не знаю. И туда места нету ставить. Здесь же, видите, у меня как. Здесь тоже шкафчики не очень. Вот жирные, видите? Хоть каждый день протирай. Айдын, когда берет тарелку, жир остается. Вот. Узкий. Он узкий. Вот тарелки стоят, видите, девочки. Все, он узкий. Тарелки эти мы с тарелками, мы кушаем. А здесь тоже все узко. Здесь банки, склянки. Туда-то внутрь хорошо, а здесь-то вон всего. Видите, какой проем. Тарелку не засунешь, короче. А здесь мешки у меня. Мешки сейчас тоже пойдут в ход. Но я вам уже как-то показывала. А здесь тоже шарабара. Всякие кастрюльки, мастрюльки, соковыжималки, фритюрницы. Там он елка искусственная. Тоже банки здесь есть. Печенька он лежит, кастрюли стоят. Здесь тоже, девочки, шарабара. Ну, шарабара, ну, она вся нужна. Коробочки-моробочки, холодильник, остатки еды. Кладу сюда и в холодильник закладываю. Здесь тоже шарабара. Приходили вот гости. Пользовалась графинами. А так они стоят. Лед делать. Ну, уже нету, поэтому сейчас лед некому делать. А так, лед у нас забит всегда в холодильнике. Стол хороший икеевский. Возьму. Тумбочки здесь у меня есть. Тумбочку одну Айдыну дам. Одну Актаю дам. Мальчишки будут пользоваться. На Бакче будет навес. Девочки, там будет навес. Ну, посмотрим, девочки. Посмотрим. А вот здесь вот это, вот так вот. Ну, это мы все пользуемся. Вот это мы все пользуемся, девочки. Все это пользуемся. Там проблема, блин, или фырын надо ставить на кухню, или вот это надо. А холодильник на кухню вообще не входит. Кухня там очень маленькая, девочки. Ну, и здесь всякие шарабара тоже уже. Мусор падет некоторым. Вот это вот посудам я переживаю вот за эту посуду. Вот за эту посуду я переживаю, потому что ставить-то некуда. Вот это гости приходят, я вот отсюда все беру. Ставить особо некуда. Вот кто спрашивал, вазы у вас что ли нету, цветы? Вот, девочки, вазы есть, но не пользуюсь. Есть церковные свечки. Ходила в церковь Пантелемона Святого на европейской части Стамбула. Вот, когда хожу, беру. Там в одной церкви бесплатно, а в другой покупаешь. Вот я когда хожу, беру всегда. У меня там есть целая коробка. Целая коробка я ходила. Ну, здесь вот эти вот тоже иногда пользуюсь. Там вот ножики, вилки, ложки. В общем, здесь ладно, это не. Вот это вот тоже, девочки. Супницы две стоят. Гости приходили, пользовалась. А сама сейчас не пользуюсь. Ну, вот гости, когда приходят, вот это для кофе. Для кофе я тут всякие у меня. Шоколадки с шоколадки. Вот это вот мне на новоселье дарили. Родственники турецкие. На бахатезе. Если посмотрят, увидят. А это я уже сама покупала. Кофейные чашечки. Романтичные, знаете, девочки. Красивые. И блюдца. И блюдца такие. Розовые, голубые. Очень красивые. Мне так нравятся. Дороговатенькие были в тот момент. Здесь надо перемывать все. Вот такие. Ну, это для пудинга. Вот это вот, для пудинга. Вот чайные стаканчики, девочки. Гости приходили. Вот мы с Узлемом пили чай. А так они здесь стоят у меня. Потому что мы из таких чай не пьем редко. Вот это пластиковая соль, перец выброшу. Думаю, если на пикник будем использовать. Еще закрыты, видите, соль, перец здесь. Выброшу уже, не надо. Это что-то почернело, девочки. Почернело. А что она почернела? Это не серебро. Это крашеный пластик. Крашеная железка. А чем почистить, не знаю. Вот не открыла бы и не узнала. А здесь всякие. Это для оливок. Это для бахарата, специй. Тоже поставила стоит. Там чайники, вон там. Маленькое такое небольшое. Тепси. Этот, из Стамбул написано. Тепси. Подносик чай подать. Или там чашечку кофе. Кофе гостю подать. Ничего такого. Там шарабара, там кулоне. Там всякие наушники, фаушники стоят. Вот здесь тоже есть. Вот это камень мне принес из Кастамону. Камень, соль. Каменная соль. Вот это олени любят лежать. Вот это, знаете. Это от сглаза, в общем. Каменная соль. Вот. Здесь тоже, видите. Вот это вот не пользуешься и стоит оно. И стоит он матрешку. Матрешку заберу. Что не, я заберу, конечно. Только куда ставить это все буду, не знаю. Посмотрю. Ну и там. И там тоже немножко есть. Вот узбекские, видите, чайники, пиалушки, косушки. Из Ташкента мне привезли в подарок. В общем, всего по чуть-чуть, по чуть-чуть. А здесь всякие коробки, ножи. Там запасные всякие. Тарелки, морелки лежат. Вон стаканы, коробки. Вот эта коробка. Сюда стаканчики с блюдечками. С блюдечками вот этими красными положу. Эта коробка от них. Вон ваза огромная стоит тоже. В общем, девочки, все вам показала. А здесь стоят игрушки. Вон хлебопечка стоит. Игрушки здесь. Там цветная бумага, картон. Детям в школу надо было. Туда складировала. Здесь цветочки. Ну, цветочки здесь. Вот это в банке стоят. Корни пустила. Будут сажать на бахче. А это тоже. Тоже, в общем, девочки. В общем, вот такие вот дела. Все, мы показали. Скажется, оно нам надо показывать всякую это. Оно нам надо. В общем, не знаю. Вот с тарелками. Тарелками надо будет это. А как авторилов в коробках будут стоять тарелки. А потом что-нибудь придумывается со временем. Ох, та комната малюсенька. У Айдына побольше. Айдын в комнате будет свои делать. Он купит это. Девочки, будем мы с вами на барабанах. На барабанах Айдын обещал купить барабаны электронные, электрические. Все же смечтал на барабанах попримчать. Барабан давул купит. Будем с вами это. Барабанить. Барабанить будет. Барабанщик. Обожаю вашу кухню. Спасибо, Наталья. Таня, если муж говорит, купит новое, значит купит новое. Мужу надо слушаться. Ой, я всегда, я только. Мне только свистни, я всегда за. На бахче будет навес. Девочки, навес. Знаете, там надо показать еще себя, что ты хорошая. Забирайте все, не оставляйте. При ремонте все пригодится. Да, девочки, забирайте в хозяйстве, пригодится. Я заберу, но вот куда поставлю, не знаю. Спасибо, девочки, спасибо. Там, знаете, с навесом что? Бахча же общее. Понимаете? Во-первых, ты должна будешь показать себя, какая ты это. Соседка, соседство. Что ты хорошая соседка. Сверху на этажи посмотрят, что ты за бахчой ухаживаешь, там, туда-сюда. Понимаете? И не будут это капризничать. Там есть слива, девочки. Вот я не знаю, она мне нужна, эта слива не нужна. Сам хозяин вот в той квартире, которая сейчас живет, он говорит, я сливу сажал. Сливы много. Я когда ходила по бахче, она прям вся усыпана. Они говорят, мы прошлый год варили варенье, а в этом году уже не собирали и не варили. И никому она не нужна, и она вот так падает, падает. А за ней же уход нужен. Понимаете? За ней же уход нужен. А дерево большое. Не знаю. Может, со временем как-то. Сколько лет живет слива? Если он говорит, я вселился 10 лет этой сливе. Ну, пусть 8, ладно. Это нормальный срок для сливы. Надо как-то прогуглить. Может, ее спилить, да, что-то новое посадить. Я бы хотела, девочки, малину, смородину и хрен. Хрен. Вот хочу. Малина корнями размножается. Смородина не знаю, как размножается. Я бы один кустик купила здесь у наших девчонок. Малинки и смородины. Они бы мне каргу выслали. Я бы там посадила. И хотя бы по 2-3 ягодки мне бы хватило. Все устроится постепенно. Мы переезжали 7 лет назад в бетонные стены, полы и потолок. Сейчас, девочки. 30 лет и больше. Ух ты! Спасибо. Одна комната только была с отделкой. Жили и постепенно делали ремонт. Пока кухню не поставили, посуду столько перебили. Я же не это. Кстати, хрен растет в Турции. Нет, девочки. Может, где-то в сельской местности. Короче, турки не едят хрен. Мой муж, когда приехал в Ташкент, попробовал вот это. Диковинный. Диковин вот это. Ему так понравилось, и он сейчас кушает. Васаби, если хотите, васаби заказывайте. Ну, васаби, это же японская, да? Типа хрена тоже. Японский хрен. Нет, турки не едят. Ну, может быть, кто-то и ест, может быть, кто в Россию, в СНГ ездит или там в Германию. Тот знает, что такое хрен. Мои родители, в смысле родители мужа, не знают. И им это не надо даже бесплатно. И горчица им не нужна, и хрен не нужен. Не едят. Классические турки вот такие, как мои эти свекры, не едят. Наверняка в сельской местности и малина есть, и смородина, и хрен есть. Просто городские люди не знают и не это. Хрен бы посадила, смородину-малину бы посадила, и гибискус надо. Ну, не знаю, девочки. Кстати, Танюш, приветик, рада вас видеть, слышать. Спасибо, Олюшка, спасибо, девочки. Вот, в общем, с благодарностью я вот этой квартире. Желаю ей, чтобы у нее все хорошо было с этой квартирой. Ну, я знаю, кто ее купил. Они сделают ремонт. Им ремонт этот не нужен. Они будут делать ремонт через три месяца. Тоже собирают деньжат и будут делать ремонт здесь тоже капитальный. Поэтому эта квартира, в общем, попала в хорошие руки. Но у меня хорошие воспоминания. Мне тяжело будет вот здесь мимо проходить. Я всегда буду поглядывать на квартирку. Я же говорю, я консервативный человек. Мне тяжело расставаться. Даже если это старое уже, рваное, я очень тяжело. У меня, знаете, я с Ташкента привезла платье бабушкино. Оно в хорошем состоянии. Ну, наверное, выброшу. Но выбросить очень тяжело. Я его сюда, в Ташкент, привезла. Это как бы бабушкой пахнет это платье, понимаете. Не знаю, какие-то, как говорится, когда хочется поплакать, я его вытаскиваю и это. Я вот такой человек. Сумасшедшая, может. Дурка, может быть. Не знаю. Но я вот такой человек, девочки. Поэтому мимо этой квартиры мне будет сложно проходить. Если я вот буду приходить вот в эти магазины, я, конечно, буду поглядывать. И сердечко будет ёкать. Я же говорю, если бы были деньги, я бы её купила. Это хорошая квартира. Здесь можно сделать конфетку. Ну, дом тоже старый. Дом тоже старый. Ну, здесь транспортная вот эта развязка хорошо. Ну, здесь, чтобы ремонт делать, сюда надо много денег. Здесь надо, во-первых, делать изоляцию. Изоляцию делать, это первую очередь. Здесь плохая изоляция. И звукоизоляция, и вот эта влажность, вот это всё. Здесь надо делать. Ну, хорошая квартира, девочки. Хорошая. Если вот эту квартиру купить, допустим, вот мы свою квартиру купили в нашей вот туда, в глубине Махале. Через несколько лет, допустим, даже вот сейчас. Вот я же говорю, мы её купили за 500. За 500 в Белик-Дюзю вы конфетку купите за 140 квадратов у вас будет. У нас там 100, может поменьше. 140 квадратов с ремонтом. Вот такую конфетку. Но это будет Белик-Дюзю. Понимаете? Это когда вы на пенсии, когда детки у вас уже большие, внуки. Понимаете? Вот туда можно идти. Там тоже шикарное всё. Понимаете? Там шикарно. Но нам это сейчас не нужно. Нам ещё деток надо растить, как говорится. Ук-Тай надо в институт, всё такое. Нам нужно вот здесь вот жить. В той же Анталии, если мы продадим, в ту же Анталию мы можем купить шикарные квартиры. Понимаете? У нас не шикарная. У нас маленькая квартира. Внутри Махали, Бахчика. Мы будем делать ремонт, там, то, сё. Ну, у нас тоже будет конфетка. Мы тоже постараемся сделать конфетку. Всё же, говорю, вот от этого зависит. Всё от этого зависит. Ну, эта квартира. Эта квартира, конечно, сразу в два раза в цене повысится. Ну, просто минус будет один, что дом старый. Дом старый. Ну, если звукоизоляцию сделать, шикарно здесь. Здесь вот это звуки с дороги не будет слышно. И влажность не будет, вот это плесень не будет. Здесь будет в два раза сразу эту квартиру. Можно от ремонта будет зависеть. В два раза повысится в цене. Если 900, считайте, 2 миллиона будут стоить. Эта квартира. Это шикарная квартира, девочки. В общем, вот такие дела, девочки. Вот рассказала с благодарностью. Специально это видео посвящаю вот этой квартире. Скажите, какая-то в это. Вот я такая. Это не артистизм, ничего. Это вот от души, от сердца. Вот мне хочется, чтобы это видео было вот этой квартире посвящено. Потому что я здесь жила. У меня много хороших воспоминаний от этой квартиры. В общем, это видео для этой квартиры. Маленькая, зато своя. Да, девочки. Танюш, привет. Рада вас видеть. Спасибо, улыбушка. Девочки, будем закругляться, наверное. Следующее видео покажу. Я же ходила, снимала несколько квартир, которые я смотрела очень много. Я вам уже рассказывала. Ходила по МЭД-карте и Кадыкёй, и Беликдюзюй, где я только не была. По Стамбулу я много районов. В Ухани я везде. Везде я была. Мальтепе я была. Ачвадем была. Солоджак была. Ну, европейскую сторону я только Беликдюзю смотрела. Но нам это все не подходило. Не подходило. Но цены я уже знаю. Где, что, как. Я цены вижу. Цены, девочки, цены растут. Растут. Вот то, что квартиру мы купили, наш хозяин. Не выбрасывайте бабушки на платье. Это же твой якорь памяти. Вот, не назначу мелочи без девушки, да? Далой в корзину. Перед это отличный повод расплавить. Да, девочки. Не знаю. Не надо, да, выбрасывать? Спасибо, Надежда. Спасибо, Наталья. Не надо Венеру выбрасывать на платье. Ну, оно вот так вот закатаешь. Ну, оно не закатанное. Оно аккуратно сложенное. И в кровати, в базе вот у меня лежит. Там, в мешочке. Думаю, уже, может, это время пришло выбросить уже. Ну, то, что... Ну, как сказать, девочки. Когда хочется бабушке на тепло почувствовать, я вот открою бабушки на платье, посмотрю там, пообнимаю его, понюхаю, и мне как-то легче. Бабушка со мной рядом, понимаете? Потому что большую часть жизни я прожила с бабушкой. Единственное платье вот у меня осталось. Ну, фотографии есть. Фотографии есть. Ну, платье все-таки это... Ну, не знаю. Это гребешок у меня был. Все остальное выбросила. Это... Платки у меня были. Полотенце было маховое. Ну, она пару раз им вытиралась. Все, короче, выбросила. Платье оставила. Покажу как-нибудь платье. Такое вот хэбэшное, стопроцентный хлопочек. Раскрасочка такая, знаете, хорошенькая. Хорошенькая, не яркая, не броская. Хорошенькая. Покажу как-нибудь. Фотографии нету, где она в этом платье. Ладно, оставлю. Оставлю куда-нибудь, положу на полку в шкаф. Девочки. То, что дорого, сердцу нужно оставить. Спасибо. Оставлю. Все, девочки, написали вот несколько человек. Оставлю тогда, хорошо. Были сервизы, она мне дарила. Но мы им и пользовались. И несколько чашечек там, тарелочек разбилось. И я в Ташкенте оставила. Думала, в следующий раз приеду, заберу. А потом так получилось, что я уже приехать в Ташкент не могла. Квартиру в Ташкенте мы же дистанционно продавали. Дистанционно продавали. И я уже туда не приехала. И все, что там осталось. И можно сказать, квартира с вещами осталась. Можно заходить и жить. Ложки, тарелки, пложки. Все, все, все было, короче. Все, холодильник, машинка. Все, все, все было, короче. Мыло вот это все. Я кое-что с тарио-то повыбрасывала. Так, на всякий случай. Думаю, если вдруг не получится приехать. Если вдруг дистанционно буду продавать квартиру. Чтобы вот этого шара-бара не было. Шара-бара, короче, выбросила. А такое все. Можно было вполне зайти и жить. У нас там ремонт был. Все было. И хорошо мы, девочки, продали свою квартиру в Ташкенте. Это когда мы ее еще продали? Когда мы ее продали? Ну, тоже лет 10 назад мы ее продали. 57 500 мы ее продали. А сейчас в Ташкенте такие же цены. Такие же цены. Это же сентиментальные воспоминания, которые вам так дороги. Оставляй. Все, Венера, оставлю. Все, Аня. Все, Наталья. Все, девочки, все, оставлю. Платье оставлю. И думаю, что душу не травить уже, выброшу. Ладно, оставлю все. Значит, это нужно. Тем более, я же говорю, я тяжело с вещами расстаюсь. Все. Значит, следующее видео, девочки, покажу. Оно буквально там, не знаю, минут 10, наверное. По квартирам я ходила, снимала квартиры и свою бахчу покажу. Какая у меня бахча. Бахча у меня шикарная. А еще там мы сделаем ремонтик на бахче. Вообще будет шикматерность, боку мантика. Оп, надо жить девочками. Девочки, уже надо жить, оставить все вот эти эмоции в этой квартире и идти с позитивом в новую квартиру. А то у меня вот такое удручающее, знаете, тяжело расставаться с квартирой. Поэтому, в общем, надо с новыми этими эмоциями хорошими идти в новую квартиру. Вот, работа будет у меня. Будем ходить с вами. Не знаю, как там будет интернет. Постараюсь. Мне же 20 гигабайт подарил Vodafone. До конца недели надо исправить. Ну, до конца недели, не знаю. Айден завтра собирается, девочки, идти, знаете, куда? Акасия, не знаю, поедем, не поедем. Возьмет он меня, не возьмет. Если что, если я поеду, может быть, там макроцентр. У меня есть одно видео. Макроцентр Акасия называется. Мы там ходили. Там вот есть продукты из свинины. Икра там есть. Цены мне интересно посмотреть. Это Акасия макроцентр. Он дорогой, девочки. И там туристов. Вот именно иностранцы там вот покупают, скупаются. Ну, кто живет в Стамбуле, тот знает, где Акасия находится. Макроцентр, может, кто был. В общем, покажу. Наверное, в прямой трансляции. Если Айден меня с собой возьмет. Если нет, то нет. Выпущу видео, как я вот квартиры ходила, выбирала. Ну, там буквально две. Две, по-моему, квартирки. Потому что в остальных квартирах один сказал, нельзя снимать. А в другой квартире уже люди жили, и я тоже не могла снимать. А вот эти две пустые я вам покажу. Легкого вам переезда, Танечка. Я сама такая, как вы, очень синтепентальная. Ну, вот бабах пришел. Спасибо большое, все хорошо. Вот квартиру показала в начале стрима. Если интересно, вот с Москвы человек. Спасибо большое, обнимаю вас. Обнимаю. Спасибо большое. В общем, квартиры покажу. Две. И бахчу свою. Бахчу, это, Шикмадеровскую бахчу покажу. А так, и дальше я снимала в течение недели влоги. С обтанчиком мы в магазин ходили. Мальчишки тут что-то готовили. Ну, в общем, болтология. Домашний хлопот и болтовня, как обычно. Посмотрю, конечно. Спасибо большое. Все, девочки, наверное. О, час, час прошел. Все, девочки, оладушки будем кушать. Приятного аппетита, хорошего дня, позитива вам, процветания. Спасибо, ребят, что были на стриме, что смотрите за ваши лайки, за вашу душевность, за вашу активность, счастье. Всех благодарю, ребят. Оставайтесь нашей русско-турецкой семьей. Свекровь звонила пару раз. Тоже видео есть у меня. Ну, их не показывала, а это. Рассказала, что там она говорит. В Стамбул хочет. Свекровь хочет в Стамбул, а свекр не хочет ни в какую. Вот у них там разборки идут. Мать в Стамбул хочет, отец нет, говорит. Будем до конца. Аренда, когда закончится, они же там на аренде, им на три месяца сняли квартиру, они сидят. А мать хочет в Стамбул, а свекр нет. А свекр что, свекр ходит, а свекровь дома сидит. Я говорю, так ты же хотела это, за приключениями. Ну, не дай бог такое приключение. Гечми Щелсун в Стамбул. Она говорит, домой хочу. Дома сидит, в общем, свекровь. А свекр по магазинам, джами ходят, с друзьями встречаются. Там еще же есть, остались. Свекр 83, свекровью 72. Сидят. И как раз француженка наша с Эбахат Тези приехала, там тоже у них сидит. И Энэ Бахат Тези живет в Кастамуне тоже. С ними общалась. Поздравили с это, тоже с квартирой поздравили. В общем. Показали вид из окна. Море видно у свекрови из окна. Прям хорошо видно. Она на возвышенности живет. До нее вот это трагические события далековато. Ну, она говорит, в связи вот с этим не хочу. Говорит, хочу уехать. Очень, говорит, тяжело. Не хочу. Давид, говорит, на меня. Все. Хочу уехать. А свекр нет. Не хочет. В общем, вот такие дела, девочки. Буду с вами до свиданекаться. Спасибо большое, что пришли. Всех вас обнимаю и люблю. Все. Все рассказала. Ничего не сбрехнула. Все правду. Все герчек. Всех вас обнимаю, ребята. Вид из окна хотите? Покажу. Вид из окна покажу. Там соседка сидит. Еще ее не буду показывать. Вот шоковцы открылись. Мальчик всегда привет и передает мужу вот этот. Все, девочки. Солнечное облачко. Нет на улице вообще ни одного облачка. Жара будет сегодня. 32-35 будет на солнце, девочки. А может и больше. Жарко. Все. Все. Пока, ребят. Спасибо большое, ребят. Обнимаю. Салютую.